Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Наша версия. Загадки истории. Код всевластия. Несмотря на дождь, вид прекрасный. Вот уже семь веков отсюда на море любуются. Собственно, именно так. Прекрасный вид. Со старокаталонского и переводится название замка Бельвер. Пальма де Майорка. Главный город и порт испанского автономного сообщества Балиарские острова. В Каталонии и на Балиарских островах в самом начале XIV века стали изготовлять порталаны. Пергаментные карты для мореходов, покрытые расходящимися как лучи линиями. Обозначениями компасных румбов. Карты были щедро раскрашены и зачастую покрыты причудливыми изображениями. Сергей Марков. Земной круг. Среди них равной нет этой, покрытая причудливыми изображениями, зашифрованными в них тайнами. Библейские волхвы, что вслед за звездой следуют, почему-то в сторону Азии. Таинственное царство Гога и Магога и загадочный монастырь на Иссыкуле. Единственная европейская карта мира XIV века, на которой кочевая империя представлена полностью. Каталонский атлас. Код всевластия. На нем изображено очень много сюжетов, и сейчас специалисты-историки неоднократно к нему возвращаются. Эта карта важна не только для нашей истории, но и для всей истории Евразийской степи. Мы не можем разгадать тот образ, который, образ Джанибека, который нарисован на каталонской карте. Глава первая. Королевский картограф. Не первый день личный мастер-карт мира и компасов короля Арагона прогуливался по набережной Майорки, внимательно приглядываясь к лицам. Справлялся в порту о прибывших иноземцах и очень часто беседовал с невольниками. Их было немало. Чума, черная смерть унесла жизни многих болеарцев, и даже знатные дамы стали выходить замуж за рабов. Из погрязшей в междоусобицах Золотой Орды пленников доставляли сотнями. В этот период времени там был хаос. Там была политическая борьба всех против всех. Если в плен брали семью, мужа и жену, то разлучать их не полагалось. А вот если в плен брали только одну женщину, то она автоматически становилась свободной. Ну, в том смысле, что ее могли выдать замуж, как рабыню, за кого угодно. Впрочем, женщин в пальму привозили нечасто. Долгие морские переходы столь нежный товар не выдерживал. Зато пленники мужского пола существенно подняли демографическую планку на острове. Губернатор острова получил указ короля Педро Арагонского. Король гневался на рабов Майорки и приказывал принять крайние меры. В 1374 году на одного испанца, обитавшего на Майорке, приходилось от 10 до 50 невольников. Сергей Марков, Земной круг. Даже перепись объявили. Впрочем, он этому факту скорее был рад. Рассказы чужестранцев о степной державе будоражили воображение королевского картографа. Хотелось как можно быстрее приступить к выполнению венциносного заказа – созданию «Атласа мира». По сути дела, такая книга с огромной информацией, которую не всегда мы можем современным языком и современным взглядом увидеть и понять. Шесть листов пергамента на деревянных панелях, чуть больше полуметра каждый. На первых – трактаты по космографии, астрологии, астрономии. Кстати, Земля в виде сферы изображена. Есть место для советов мореплавателям. Остальная – большая часть «Атласа» – развернутая карта с информацией о заморских странах. Автором каталонской карты является Креск, который практически, наверное, больше зафиксировал на этой карте те космогонические представления, которые были связаны с периодом Золотой Орды в начале, точнее, в первой половине XIV века. Абрахам Креск, он же Авраам Крескес, выходец из еврейской семьи, получивший особые привилегии Арагонской короны за свои исключительные таланты. Глава 2. Точки на карте. Местные жители называют его Ла-Сеу. Самое красивое здание города – кафедральный собор Санта-Мария. И не менее красивая легенда. Король Арагона, устремив свои войска на Майорку, попал в шторм. Флотилия была на грани гибели, и монарх попросил о спасении Деву Марию, пообещав построить храм в ее честь. Шум со строительной площадки, долетавший до окон его мастерской, сосредоточиться не мешал. Обдумывая очередную загадку, королевский картограф наблюдал, как растут стены будущего храма. Лепестки бледно-розовых цветов, летевшие с миндальных деревьев, падали на стол, заваленный рукописями. С мугла человек сдунул их, чтобы продолжить работу над изображением хан Балыка. Рядом с китайской столицей был виден рогатый грифон, раскрывший перегородчатые крылья. Рисунки один удивительнее другого постепенно заполняли собой поверхность карты. Сергей Марков, Земной круг. С этим портретом мастеру пришлось изрядно помучиться. Рукописи путешественников мало помогли в создании образа. Правитель страны, где он так никогда и не побывает, Ямбек, Сеньор Тесармат, аккуратно вывел мастер латинские буквы на пергаменте. Ведь если брать его образ чисто как потомка Чингисхана, то та картинка, которую мы видим в образе Жанибека, она не вписывается в каноны наследников Чингисхана. Он находится там в челме, с босыми ногами показан, в руке держит золотой шар и скипится. Один из величайших ханов Золотой Орды. И он изображен как раз сидящим на подушке с золотыми шарами в руках. То есть символы власти, подушка власти и шары тоже как символы власти. Просто Атлас, он очень насыщенный, он очень наполнен всевозможными сюжетами, как реалистическими, так и мифологией. То, что автор Атласа работал с доступными письменными источниками, легко идентифицируется. На карте есть цитаты из нескольких трактатов. Книга о разнообразии мира Марка Пола, записки армянского правителя соцветия истории Земли Востока и донесения о путешествии в Китай францисканца Пор-де-Ноне. Если, скажем, знаменитый армянский царь, он путешествовал, он, естественно, пытался вычленить какие-то близкие ему вещи, связанные с христианством. Тот же Плана Карпини, Рубрук, Марка Пола, они, естественно, пытались необычные, ну или наоборот, притягивающие моменты описать. Карпини и Рубрук, совершившие свои экспедиции в середине 13 века, на тот момент несколько устарели. Все-таки более 100 лет прошло. Политические сведения предприимчивого генуэзца новизной тоже не отличались. К нему есть часть вопросов по поводу того, что многое выдумано. То есть какие-то животные, которых он описывал. Это как же претензия существует к Марка Пола, правильно? То есть какие-то вещи явно можно найти, фактологические ошибки или преувеличения, или просто выдумки. К примеру, миниатюра, иллюстрирующая записки Марка Пола об искателях алмазов. На дно ущелья со змеями они бросают мясо, к которому прилипают драгоценные камни. И специально обученные орлы поднимают эти куски наверх, к охотникам. Люди даже не представляли, после Марка Пола, после того, как он описал свою дорогу, они боялись ездить в Центральную Азию, потому что думали, что тут живут варвары. Тем не менее, каталонский атлас, созданный Крескисом, для своего, да и для нашего времени, считается достаточно точным. И Каспийское море, и полуостров Мангестау на нужных местах расположены. На карту также нанесена значительная часть современных территорий северо-западного Казахстана. Порталан, карта, вот, 1375 года, вот, на которой обозначена, по сути дела, вся Евразия. Такая версия, что на карте, на каталонской карте изображен караван. Караван, который идет от сарайчика, от сарайчика в Китай. Не все города узнаются и сегодня. Надписи разобрать довольно сложно. Но, к примеру, обозначенные на каталонской карте Ахсикет Казахстанские археологи нашли еще в 1949 году. Это городище Татягай, внизу их реки Нура. В этой карте есть много точных фактов. И сделана была она для путешественников. Она посвящена Великому Шелковому пути. Глава третья. Таинственный портрет. От арагонского дворца Аль-Мудена, что рядом со строящимся собором, до дома и мастерских рукой подать. Но, на всякий случай, сына с собой взял. И Егуда. Тоже талантливый картограф. И он тоже заслужил королевскую награду. Монарх заплатил за атлас 140 арагонских флоринов. Это примерно полкилограмма золота. А Крескес боялся, что его работа вызовет нарекания. Уж слишком нетипичная карта получилась. Показана такая как бы застывшая история, но в длитом периоде. Показаны основные торговые маршруты. И направления, по которым ходили караваны. Показаны какие-то поля битв. То есть моменты каких-то сражений. Самая известная версия. Это был подарок французскому монарху. И по сей день шесть пергаментов хранятся в Париже. Интересно, что большинство карт более раннего периода странным образом исчезли. И все-таки, для каких целей был создан каталонский атлас? Морские карты были ключом к империи. Открывали путь к богатству. Поэтому на ранних стадиях их развитие проходило за плотной завесой тайны. Нет сомнений в том, что полное исчезновение всех морских карт раннего периода прямо связано с их тайной природой. И с тем огромным значением, которое они порой приобретали в качестве мощнейшего политического или экономического оружия. Ллойд Браун. История географических карт. Атлас совершенно не вписывался в религиозные догмы, несмотря на то, что библейские сюжеты присутствуют. Каталонская карта отражает новую геополитическую реальность, где чувствуется и угроза, исходящая от степных империй, и желание дружить с их правителями. Не будем забывать, что монгольские правители были очень толерантны. Фигуры степных правителей – танги, гербы, флаги, указания мусульманских и христианских святилищ. Символические композиции, в которых закодировано неведомое нам послание. А может быть, прогнозы на будущее, связанные с эпидемией чумы в середине XIV века. Весьма интересно то, почему именно Джанибек изображен на каталонской карте 1375 года. Одной из главных причин считается то, что он был признан как правитель северных областей. Правитель, который по европейским летописям черной смертью воспользовался как оружием. Но на момент создания карты его уже два десятилетия в живых не было. В 1360-е это началась Великая Замятина, когда Бердебек убил своего отца, Занебека, и стал царством. Но он недолго царствовал, тоже его убили. Так что наследников Степной империи борьба за власть интересовала куда больше, чем планы по новому завоеванию мира. Эпиолог. Ключи к загадке. Зловещие слова Гог и Магог были тщательно выписаны возле изображения стены Гога и Магога, расположенной за горами Каспис. Пестрые флаги и гербы, сирена, держащаяся за хвосты двух дельфинов, огромные птицы по виду аисты, нападающие на людей, восточные владыки, восседающие на престолах, парусные корабли, чего только не было на каталонской карте. Сергей Марков. Земной круг. Любой атлас – это предмет, который дает сжатую информацию, как бы, да, вот должно быть так. Но каталонский атлас, как, в принципе, и многие средневековые такие порталоны, они содержат в себе историю очень длинную. Длинную и весьма загадочную. Пожалуй, самая таинственная миниатюра, ключ которой пытались подобрать Валиханов, Семенов-Тиншанский, Колпаковский. Та, что не дает покоя и современным исследователям – монастырь на берегу озера Иссыкуль, в котором, согласно сведениям картографа, хранятся мощи одного из христианских апостолов. Впрочем, об этом лучше рассказывать отдельно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok